ладно мои хорошие начну лекцию потихоньку что такое сбалансированная жизнь сбалансированная жизнь это когда у человека все три сферы жизни работают нормально целом надо понять также как дом строят внутри своей жизни это психическое тело плюс физическое вот вместе на это одна сфера жизни то сферы называется здоровье то есть если психическое тело здоровое то физическое тело тоже будет здоровая если они оба здоровые то что человек испытывает испытывает хорошее настроение Он не обидчивый, не гневливый, у него хорошая концентрация внимания, хорошая работоспособность, у него волевые функции нормально работают, он может себя заставить, у него терпения хватает тоже, у него нет повышенной чувствительности, раздражительности, он чувствует, что у него много сил. Вот это признак, что вот эта сфера работает нормально. Эта сфера психическая и физическая вместе составляет фундамент жизни человека. Вот все остальные сферы зависят от этого фундамента, и если фундамент проседает, все остальные сферы тоже проседают. Следующая сфера жизни называется социальная сфера. Она состоит из двух половинок. Первая половинка это личная жизнь, вторая половинка общественная жизнь. Или деловая жизнь. У каждого человека плохая судьба действует или на здоровье, или на личную жизнь, или на деловую жизнь. Там примерно распределение такое. В основном у всех. Одна сфера страдает достаточно сильно, вторая поменьше, третья вообще не страдает. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Вот. Ну обычное распределение как по детям, так и по жизни тоже. Вот. Поэтому надо разобраться. Вот допустим, если человеку работать нормально, здоровье так, среднее, а в личной жизни что-то не очень. То значит, в личной жизни плохая судьба, там плохо энергия туда поступает. Здоровье и энергия поступают средние, а в работу лучше всего. Но так как здоровье — это фундамент жизни, поэтому и в работу тоже не будет слишком хорошо, потому что фундамент страдает. То есть первая сфера жизни — это психофизическая, вторая — социальная сфера и третья — духовная сфера. Психофизическая сфера дает человеку возможности жить. Социальная сфера удовлетворяет его жизненные потребности. Возможности жить — это значит, что я могу жить. Спасайся, кто может, а кто не может. Ну то есть возможности сначала нужны, возможности. Допустим, я хочу жить, а энергии нет. Доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал. Энергии нет, как жить? Нет возможности. А потом дальше социальная сфера — это сама жизнь. Это возможность выйти замуж, работать, иметь детей, иметь начальство хорошее, иметь хорошую страну, чтобы тебе все нравилось. И все это является возможностью жизни. Возможности жизни в социальной сфере зависит от фундамента. Нет фундамента — нет ничего. Нет здоровья — значит, нет жизни. Понимаете? И зависит социальная сфера от того, куда направлено твое сознание. Потому что у человека бывает всего две направленности сознания. Первое — на себя, второе — на других. Когда сознание направлено на других, то человек, конечно, через косяки часто, то есть он бывает слишком доверчивый люди, там, слишком наивный. Но в целом, когда направлено на других, у человека повышается социальная сила постепенно. Он становится более влиятельным. Ну, это же и понятно, допустим, если человек никому пользы не приносит, откуда он деньги возьмет? Ему надо что-то делать, хотя бы дурить людей, чтобы им нравилось, как их дурят, как сейчас в интернете это делают, чтобы деньги зарабатывать. Вот. Что-то делать для людей надо, чтобы ты смог получать от них награду свою. Это называется социальной силой. И это действует как на грубом плане, в виде там зеленых или деревянных купюр, там, разных. Вот. Или в виде благочестия. Вот благочестия — это бухгалтеры не могут посчитать. Ну, количество твоих, финансовый оборот, могут посчитать. А благочестия не могут посчитать. Ну, благочестие — это более важная составляющая жизни. Ну, часто люди этого вообще не понимают. Вот, допустим, количество затраченного труда у всех бывает одинаковое. Мы больше, чем сможем, не сможем работать, да? Но сколько денег тебе заплатят за этот труд? Разное всегда количество. Правильно? От чего это зависит? Ты, допустим, устроился в кабинет президента? Или в булочную помощником, как бы, начальника устроился? Где тебе больше будут платить? Да. Ну, то есть это называется благочестие. Почему ты туда устроился? Потому что у тебя больше благочестия. У меня есть одна знакомая девушка. Она живет в Арабских Эмиратах. И она мне рассказывала, Олег Геннадьевич, я за шейха решила замуж выйти. Я думаю, ничего себе. Как это я решила за шейха замуж выйти? Ну, она дальше рассказывает. Я говорю, решила за шейха выйти. Ну, познакомилась с шейхом. Он меня полюбил. Но я думаю, нафиг я буду за него выходить замуж? У него уже две жены есть, а третья не захотела. Поэтому я с ним не стала дальше общаться. Я думаю, ну, нифига себе. Девушка очень влиятельная. Очень много силы, глаза горят, такая. Восточная. Так она в Москву ко мне приехала в проруби со мной купаться. Давайте силу, волевая сила какая. Она залезла, я рассказывал вчера, да? Она там сидела в этой проруби. Мы ее потом вытаскивали. Оттуда она сама не смогла выйти, вылезти. Вот. Вот столько воли у человека. То есть уж девушке воля идет. Она захотела за шейха, пожалуйста, нет проблем. Потом перехотела, опять нет проблем. Это называется благочестие, социальная энергия. Очень благочестивый человек сильно. Она очень хочет заботиться, служить, помогать. У нее вот горят эти желания внутри. То есть это человек горит с желанием помогать другим, и у него огромная сила внутри. Притягивает людей такой человек. Один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я тоже лектор. Можно к вам нескромный вопрос задать? Я говорю, задайте. Он говорит, как вы себя пиарите? Как вы раскручиваетесь вообще? Секреты можете поделиться? Лаптик-то буду пиарить. Вот. Я говорю, да никак я себя не пиарю. Я говорю, когда лекции начал читать, мне было 28 лет, и я просто читал лекции, и много лет бесплатно даже читал, люди собирались. Потом лекции записывались, они распространялись всем. Было написано там, копируйте бесплатно все, все лекции. На кассетах сначала они распространялись. Потом на этих дисках таких вот, я помню. Потом на больших видеокассетах таких. Сначала просто на маленьких аудиокассетах. Вот все. И мы прошли эти стадии все. Потом в интернет встали они тоже бесплатно на скачивание. Сколько хочешь, качай везде, слушай. Вот. Он такой слушал, слушал меня, говорит, ну хорошо, вот все знают, о чем вы говорите. Зачем тогда им приходить на лекции? Я говорю, как, зачем? Соскучились люди? Пришли посмотреть. Вы думаете, он понял этот человек? Вообще ничего не понял. Пошел, ничего не понял. Ему надо раскручиваться, потому что он не хочет людям давать знания. Он хочет бабло на них грести, понимаете? И это большая проблема. Если человек не понимает этой формулы, что тебе надо пересилить свое вот это вот жлобство, если ты хочешь, чтобы у тебя был успех. Врач тоже один подошел, говорит, как мне клиентов собирать? Я говорю, вы скромненько живите просто. Начните лечить людей, учитесь помогать им, заботитесь. Бог вам будет открывать знания, через ваше желание помогать. Бог вам будет открывать знания, как им помогать. Я, когда в медсеструте учился, я в свободное время шел в клинику. Мне было 22, там, 21 год. Я был юноша, молодой мальчик такой, немножко такой непонятненький. Я был такой вот веселый, как вы тоже. Заходил в палату, говорил, кому нужна помощь? Все смеются, такие, а что ты можешь сделать? Я могу точки нажимать, могу массаж делать там. Ну, и там люди такие, ну, понажимай мне точки. Смеются, улыбаются, ну, мальчик хочет помогать. Я начинаю раз точки нажимать, раз человеку лучше становится, другой, о, теперь мне понажимать. Через полгода, я уже по палатам не ходил, потому что у меня лечились врачи. И они в очередь уже выстроились. А потом, через год, у меня был кружок по нетрадиционной медицине, туда три доктора наук ходили. С разных капиталов. С одним доктором наук мы ходили купаться в прорубь в Самаре. Вот в той же самой проруби, на берегу, там, в Волге, где мы купались в этот раз. Прям такая ностальгия по молодости. Она так и осталась, этот домик, там, перегивалка, все то же самое. И мы с ним вот ходили купаться, я его учил закаливаться. Вот. Ну, то есть, как найти себе пациентов? Когда люди узнают, что ты хорошо лечишь, так они сами друг другу будут говорить. И все, и Бог тебе будет посылать пациентов, Он будет тебе приводить людей. Я так объяснил этому человеку. Не знаю, понял он меня или нет. Просто люди не понимают, что в этом мире есть сила, исходящая от человека. Эта сила называется благочестие. Вот почему к девушку влюбляется, там, парень, допустим. Почему? Потому что она любит людей. Женская природа означает любить людей. И если женщина сильно любит людей, она красивой становится. Вот я видел женщину, которой лицо вообще некрасивое. Но она легко выходит замуж, вообще без коем. Вот так. Потому что она любит людей, и в нее сразу влюбляются. Почему не влюбляются? Потому что она любит людей. И поэтому женщина должна учиться любить людей, заботиться обо всех, всем стараться помогать. И она копит благочестие таким образом, и она легко свою личную жизнь организовывает. Вообще легко, без проблем. Но если девушка сидит дома и мечтает постоянно, она замуж хочет, она мечтает. Когда она мечтает, она чем занимается? Она сжигает свое счастье. Она же проживает эту семейную жизнь виртуально. Тратит туда энергию, сжигает свое счастье. Она не живет, а мечтает. Она выйдет замуж? Что она должна делать? Она должна помогать людям. Тоже, знаете, молиться. Все, что ни делай, все молиться. Надо идти людям помогать. То она молиться, готовить, то стирать, убирать будет. Муж, что ли? Я молилась, у меня хороший муж, он стирает, убирает, готовит. Рожает. Я только молюсь. Заботиться, желать всем счастья, но заботиться. Сразу некому заботиться. Где-то найдешь, о ком заботиться. Зынь. Соседка вылазит. Я сейчас буду о тебе заботиться, иди сюда. Я не хочу. Давай, иди сюда, буду заботиться. Можно же даже во дворе, кому-то посадить. Да. Вот я говорю, начинать просто улыбаться людям на улице. Желать всем счастья. Бабушка там в мусорку полезла, иди сюда, сейчас я тебя накормлю. Вот. И так далее. А если мечтать только, то это противоположный результат. Делаете, нет? А? Провод дергается. Провод дергается. А что он? Дергается. Заболел, что ли? Не, наверное. Я когда этот, видел первый раз, у меня друг прислал мне такую зарисовочку. Стоит мужик такой, знаете, вот в Италии статуя такая, Давид. Знаете, такой красивый, такой красивый. Весь такой красивый. Вот. Это Давид. А потом такой тот же самый мужик, сверху такой же, а снизу он толстеет, толстеет, толстеет. И там написано... У меня одна главврача в инфекционной больнице, я ее спросил, знакомая. Говорю, ну вот скажите вот, кто вот точно, вы можете прийти, кто не выживет? Она говорит, вот если человек жирный, она так прямо сказала, жирный, и температура 39-40 поступил, значит, труп. Так что, мои хорошие... Это что-то противоположное Давиду. Итак, мы с вами изучаем сбалансированную жизнь. Первое, это заставить себя жить. Вот вы можете себе вот виртуально представить, какой человек будет долго жить, а какой нет. Да как же, нет, не могу. А? Нет, не могу. Не можете? Я сейчас объясню вам. Вот когда человек стареет, как он себя чувствует? У него желание двигаться есть? Нет. Желание на свежий воздух выходить есть? Нет. Вот дети, допустим, они всегда на улице, бегают, солнышко в воде, из воде. У меня мама говорит, ты из води не вылазил, ксиний был, когда я тебя таскал. У меня потому, что сильная тяга к воде, у меня статическое напряжение копится. Я в детстве вот любил воду постоянно, потому что надо было, организму вода нужна была. мои хорошие, вот когда я 50 лет начал бегать, у меня было такое ощущение, что я двигаю мешок с говном. Вот реально, вот я бегу и так... Вроде бы в 40 лет еще было нормально, а в 50 уже... 50... Я просто между двумя терминалами пробежал в Москве, между там В и С, что ли, и задохнулся. Там 500 метров пробежал и задохнулся, думал, нифига себе, надо что-то делать, может мне бегать начать. Я йогой занимался всю жизнь. Двигательная активность только в молодости была. Я начал бегать. Я чувствую, блин, вообще еле-еле просто, еле-еле. 500 метров пробежал, задохнулся. Потом 600, потом 700. И так я целый год разбегивался до 5 километров. Следующий год уже до 10 километров. А потом до 17 километров я за полгода уже легко дошел. И вот по графику уже 8 лет 17 километров раз в 6 дней. Сначала пульс был 160, 170, сейчас 135 средний. 140. Какое время? С утра? Обычно 8-9 утра. Чем раньше, кстати, тем лучше пульс. Если в 6 утра пробежать, вообще шикарный пульс. Тело отдохнувшее и хороший пульс. И так по графику бегаю, но не только бегаю, я и статику делаю, и в бане там тоже по графику все вот это делаю. То есть очищаю организм по методике, то, что я написал, то я и делаю. и тело начало молодеть. Вот как оно молодеет? Через ноет. Каждая часть тела ноет. Суставчики каждые. Голова проныла, сердце проныло. Долго ныла поясница, потому что, когда летаешь, все вибрации идут в поясницу. И там у меня прям конкретные разрушения были. И у меня ныло, ныло. Два года вообще просто после пробежки нумоет постоянно. Я спрашиваю там у врачей, они говорят, ну у тебя все стирается, ты же уже в возрасте, у тебя все стирается. И скоро вообще позвонки будем диски заменять, потому что тебе нельзя уже бегать. Надо ходить. Вот. Я же упрямый, я продолжал бегать. И потом заметил, что у меня средний поясничный позвонок вообще перестал болеть. А интенсивность не болит, а ныть. А интенсивность вверх смещаться пошла и вниз. О, это интересно. Потом прошло три месяца, два позвонка освободились, потом три, потом ниже, ниже, ниже пошло, выше, выше, выше. И прошел год, у меня вся поясница перестала ныть, вообще вылечилась. и позвоночник выше поясницы начал пронывать, вот так, выше, выше, пошел так. Ну, там уже меньше разрушений, быстро пролечивались. Правое колено ныло с самого начала, только начал бегать, сразу правое колено. Колени нагружаются при беге больше всего, лечение пошло в первую очередь. Полгода прошло, потом тазобедренный сустав правый, потом левый, я никогда в жизни не чувствовал. Потом дальше левое колено, потом оба голеностопа, а потом вот уже поясница надолго затянула. Мои хорошие, сейчас вот ничего не ноет, ничего не болит, я бегаю как конь, и ничего вообще не происходит. Представляете, тело даже в 50 лет настолько склонно восстанавливаться, все проболело, если все по графику делать, оказывается организм человека самовосстанавливающая система, даже почки восстанавливаются. У меня один знакомый, он занимался фитнесом, и там видно переколол себе анаболиков, там не знаю, у него диагностировали почечную недостаточность в Израиле, он живет. Ему сказали, что через полгодика примерно почечный диализ начнется. Ну, там немножко поживешь, как бы, ножкой подергаешь и на тот свет. Хорошая перспектива. И он говорит, а вот твоими методиками можно восстановить почки? Я говорю, давай попробуем. Вот. Человек Бог не шутит, когда черт спит, да? вот. И пошел он очищаться. Аккуратненько начал включиться во все процессы. Вода, статика, динамика, все. Прошел год. Анализы начали снижаться. Блоки прочистились, анализы почки потихоньку начали восстанавливаться. Начало фильтрационное свойство почек увеличиваться. И они, врачи, смотрят, смотрят, говорят, нет, у тебя не будет диализа, у тебя все восстанавливается. Ну, как бы, таблеточки помогают. Таблеточки хорошие, да, видишь, больше таблеточек, а он-то понимает, что там помогает на самом деле. Ну, таблеточки тоже хорошо, если энергия восстанавливается в организме. Что происходит? Если блок, вот, в каком-то, допустим, психическом теле блок, да, ну, допустим, есть первый психический слой, он отвечает за наш контакт с окружающим миром. Если там блоки в первом слое у человека, то он чувствует, что ему тяжело себя заставить двигаться, допустим. Ну, в самом начале первого слоя блоки человеку тяжело включиться в жизнь вообще, что-то заставить себя. У него нарушен контакт с природой, давление поменялось атмосферное, у него сразу раз что-то там заклинило. Переехал в другую страну, дисклиматические расстройства начались. Адаптация нарушена, первый психический слой отвечает за адаптацию. Человеку тяжело пойти к людям, ему хочется одному дома сидеть, ему тяжело взаимодействовать с людьми, это первый психический слой. за контакт снаружи, с внешним миром. Если блоки в первом психическом слое прочистить, контакт начинает лучше работать. У каждого человека есть предрасположенность к блокам, она никогда не меняется всю жизнь. Предрасположенность не меняется, а блоки можно очистить сами. Второй слой это эмоции, человека эмоции. эмоции бывают чувствительные, ранимые. Человек чувствительный такой. Доктор, у меня крокодильчики, крокодильчики вылетают. А что вы на меня-то их, на меня-то их это бросать. Вот. Эмоции, чувствительность высокая у человека, эмоциональная чувствительность, второй слой. Чувствительность означает нехватка энергии воды. То есть, что это надо делать? Надо в воде сидеть и статические упражнения делать. Если зажатые эмоции, то есть, шутку говоришь, человек 3, 4, 5, а потом, то есть, через некоторое время зажатые, да, ходит, как до жирафа. Импульс долго движется. Это значит, зажатые эмоции у него. Вот. Зажатые эмоции. Значит, энергия права на нарушены, ему нужна ходьба длительная. А бывают отрицательные эмоции. Такой лекции слушай. Что смешного, блин? Что смешного? Вот. Значит, у него отрицательные эмоции. Понятно, вот 3 блока, 3 вида блоков эмоций на втором психическом слое. Если чувствительность повышена крокодильчике, то значит, слизистые оболочки будут воспаляться. Потому что второй слой связан со слизистыми и с кожей, и с лимфоузлами, и с простудами. А слизистые это горло, бронхи, желудок, кишечник, гениталии тоже слизистые, глаза на глазах тоже слизистые. Все слизистые от эмоций страдают. И вот нарушения какие бывают? Чувствительные эмоции, зажатые и негативные эмоции. Три вида нарушений. Чувствительные эмоции вода плюс статические упражнения, зажатые эмоции длительное движение, негативные эмоции пост на воде 24 часа. Что первый слой очищается с 12 часов, а если ты дальше постишься, пошел очищаться второй слой. А если ты 12 часов в один день попастился, потом то все время первый чистится, второй не чистится. Если человек гуляет, допустим, по 48 минут каждый день, он думает, я сегодня этот слой почистил, потом завтра следующий. Фиг вам, китайская изба. Будешь чистить, все время первый. Чтобы следующий почистить, надо непрерывно продолжать ходьбу. Если следующий 48 смог еще пройти, два слоя прочистил, а слизистые будут лечиться. Еще глубже находится третий психический слой. Вы скажете, или Геннадьевич, а может у вас вял текущая шизофрения и всего этого нет? Ну, как определить, что это я не ошибаюсь? Я могу определить ваши блоки, ваши болезни у себя. Я когда чищу организм, я смотрю, как у меня очистка идет. я бегу допустим и вижу как у меня очищается каждый слой вот так. В каждом слое есть еще семь подслоев и я эти семь подслоев тоже вижу, как чистка идет. Понятно? Помните, Иролаш, я нарисовал по потолку тоже вот эти параллельные пересекающиеся. Говорит, теперь понятно тебе, он такой грузин, теперь тебе понадобится, что они не пересекаются. Он говорит, понятно, что они пересекаются, но непонятно, почему они не пересекаются. по потолку прошел, нарисовал через всю комнату вот так. Откуда они берутся? От прошлых поступков, прошлых жизней. Вот если в прошлой жизни обижался, получил на эмоциях блок в следующей жизни, склонность блоку, не то, что сам блок, а склонность. А если в это обижаешься, то начинает нарастать нехватка энергии воды на втором слое. Это и есть блок, там просто воронка такая нарастает, нехватка энергии воды. Это называется блок. Энергия воды там не движется, соответственно, в организме энергия воды отвечает за соединение всех функций, за охлаждение организма, чтобы не было воспалительных процессов. Если энергии воды не хватает, на слизистых воспаления начинаются. Энергии воздуха не хватает, слизистые спазмируются, они такие белые, нет крови, спазмы на слизистых. кожа шершавая. Энергии воздуха не хватает. Вот. Если негативный тонус накапливается, энергии солнца не хватает, тогда токсины копятся в коже, тогда нервид, экзема там. Экзема это когда статический блок нехватка энергии воды плюс токсины воспаляется сильно и течет все, экзема. псориаз это сразу три блока на коже. Ну и так далее. Следующий слой, третий слой связан с мыслями. Ранимые мысли. Человек как бы как кошка спит такая. Там собака. Это на третьем слое блок у нее. Ранимые мысли. Что-то подумала и заскулила. Вот. Это ранимые мысли. Зажатые мысли это когда человек у него мысль не может она все время возвращается. Не мысли. Это динамический блок на третьем слое. Возвращается человек не может отпустить ситуацию. Допустим жена к мужу подходит и говорит зачем раковину грязную оставил. Он говорит давай я помою. Ладно. Не ну ты зачем вообще заставил грязную раковину. Да я помою что ты пристала. Не ты скажи просто зачем ты ее оставил. Она не может у нее зацикливаться. Это динамический блок на третьем слое. Третий слой связан с сосудами суставами мелкими и с мышцами по всему телу. Динамический блок значит зажатые сосуды зажимаются. Значают спазмы. Суставы боль. Динамический блок зажатые суставы боль в них возникает. Мышцы тоже миозиты больные мышцы. Это раки очень большие. Зацикливаются мысли спазмы в сосуде. Вам интересно? Олег Геннадьевич а где сосудистые стани спокойно чуть попозже. Вот. Это тоже третий слой. Потом негативный тонус нехватка энергии солнца на третьем слое. Мысли пессимистичны. Все плохо в нашей стране все плохо. Все. Вот. Пессимистичные мысли значит копятся токсины. Это отраслироз сосудов. Копятся токсины. Или в суставах копятся токсины. Тогда хондроз суставов. А где начало артроз? Артроз. Вот это тоже. Все. Варикоз. Варикоз тоже третий слой. Но немножко другое. варикоз это тоже зажатость сосудов определенная. Это динамическое напряжение. Четвертый слой связан с настроением. Настроение бывает чувствительное. Хочу в кино. Не хочу в кино. Поменялось настроение. То туда хочу, то сюда хочу. То хочу, то не хочу. Вот. Меняется настроение все время. расстроилась моя хорошая. Давайте апельсинку вам. Чего вы ей помешали поймать-то? Я к вам. Вы же расстроились. да. Да, перед тем она не заметила, как расстроилась. У ней просто мысли, настроение меняется все время. Она думает, блин, это про меня. Я мать. Да? Блин, я женщину и всегда понимаю. Она хитрая. Я расстроилась. Давай мне мандаринку. поддался гипнозу. Когда настроение зажатое, человек говорит, я не знаю, что я хочу. Настроение зажатое, он сам не знает, что он хочет. Значит, зажатое настроение. А бывает негативное настроение. такое плохое настроение. Да пошли вы все нафиг, блин. Отстаньте от меня. Депрессия, негативное настроение. Четвертый слой настроения связан с позвоночником, щитовидной железой, тканями мозга, легкими почками, печенью, селезенкой, поджелудочной железой, придатками. Чем глубже, тем важнее слои, чем глубже, тем важнее функции. Вот. Пятый психический слой отвечает за глубокое удовлетворение в жизни человека. Глубокое счастье, глубокое спокойствие внутри и глубокое чувство, что все получается. Вот три вот этих состояния. Глубокое спокойствие значит энергия воды, нормально там движется на пятом слое. Глубокое счастье значит энергия солнца движется нормально и все получается значит энергия воздуха нормально движется. Если на пятом слое блоки, то у человека страдает или нервная система и гормональные функции, то есть в тело идут блоки, или в психику идут, тогда психические заболевания. Статическое напряжение нехватка энергии воды плюс праны дает шизофримию. Нехватка энергии воды плюс негативный тонус дает психопатию. Нехватка энергии воздуха плюс негативный тонус дает эпилепсию. Понятно? Аутизм это тоже пятый слой поражен у детей. Когда человек из тела уходит и он в неправильных состояниях, допустим, сильное отчаяние и сильная безысходность у человека в момент смерти, в следующей жизни у него блок статического динамического напряжения при рождении. Если этот блок идет в тело, то его скрючивает это ДЦП. А если в психику, то аутизм. Человек зажата психикой, он не может контактировать с окружающим миром. Все блоки, какие бы они ни возникали, лечатся тремя аскезами. То есть сначала надо себя наполнить энергией воды, то есть надо стоять в воде, а потом ее усвоить. Это неподвижное положение тела. Самое простое неподвижное положение тела это стоять возле стеночки. 13 минут стоишь, первый слой усваивается энергия воды и блоки пробиваются. 26 минут стоишь два слоя, 39 минут три слоя, 52 минут четыре слоя, 65 минут пять слоев. Все, ничего не меняется никогда. Вот сколько бы ты ни стоял, всегда скорость чистки одинаковая. Можно присесть чуть-чуть, если ты прям не можешь, все затекло, раз присел, на 20 секунд опять встал. Чистка не останавливается, она становится не такой сильной, слабеет просто. Все в методичке написано. То, что вы спрашиваете, вегетсосудистая дистония, это сразу два блока вместе дают хронические заболевания. Вот конкретно вегетсосудистая дистония, это статическое напряжение на третьем слое плюс динамическое. Все. Если это идет в голову, вегетсосудистая дистония. Если идет в ноги, значит варикозная болезнь. А диабет это поражение статическое напряжение плюс токсина на четвертом слое. Человек перегревается и копится токсин. Статическое напряжение перегрев тела. Сильно перегревается плюс токсин. Поэтому диабетчикам хорошо сидеть в воде, чтобы охлаждаться. И есть зелень. Зелень это самая охлаждающая пища на земле. Если человек зеленку одну почти ест, а это зелень самая полезная пища на земле. Знаете? Потому что она вторая после солнца. Вот солнце это самая чистая энергия, а вторая после нее зелень. И зелень она уравновешивает все энергии и она убирает и статическое напряжение, динамическое и токсины в организме. Поэтому чем старше человек, тем больше зелень надо есть. И это даже коню понятно. Вот. Это значит, что у вас на третьем слой блок статического напряжения. Вы стоите, стоите, да после 26 минут третий слой пошел и у вас пошли лечиться сосуды. И резкий коллапс, потому что жар выходит в сосуды, когда блок там находится, там жар так. И сразу давление резко падает. Надо очень возле стеночки важно, во-первых, нельзя стоять тогда в этом случае, надо сначала другие статические упражнения, там сидеть в бабочке, в алмазе, там в лотосе, все по 13 минут чистка идет один слой. Но вы же когда в лотосе падаете, вы как там на подушку просто так чук и падает. А если вы стоите, это фейсом аптейбл, это очень круто вообще. Нет, моя хорошая, там быть, когда человек падает возле стеночки, он падает лицом вниз вот так, это очень болезненно, можно даже погибнуть, виском удариться и все, и уже не полежишь. Поэтому, во-первых, когда стоишь возле стеночки, ноги надо отодвигать, а во-вторых, если ты знаешь, что можешь упасть, вообще не надо стоять. Надо сначала отмыкать в воде, потому что все эти вещи возникают из-за того, что общее напряжение статическое очень сильно. А общее напряжение это как раз общая нехватка энергии воды. Вы в воде сидите, засосали энергию воды, потом начинаете какие-нибудь попроще упражнения статические делать, полу, бабочки, например, на коленях можно стоять. Мои хорошие, все это в целом методически написано. Просто, если мы говорим о балансе сегодня, то 90% людей не имеют фундамента в жизни. У них просто нет здоровья. И поэтому психологи постоянно всем требуются, потому что чувствительность высокая, люди не могут с друг другом общаться, они все время к психологам ходят, думают, что психологи им помогут. А им поможет кто или что? Бог. Вода поможет, вода. Но я не имею в виду там с кирпичом, с веревкой, с мылом. Я говорю о том, что надо в водичке сидеть просто и спокойным становишься. Знаете, можно в ванной. А в море? А? А в море? Нет. В море можно. Нет, я не имею в виду пресная вода и соленая. Ну, вот легкое, соленое, как черное море, то разницы нет. А если это мертвое море, то соль сама, концентрированная, она динамическое напряжение чистит. Это энергии праны уже движутся, а не энергии воды. И, допустим, в мертвом море, когда лежишь там, ну, примерно там 30 градусов вода, температура. И поэтому за два с половиной часа прочищается вода на пять слоев. Соль всегда там в мертвом море чистит полчаса слой. Два с половиной часа пять слоев. Ты лежишь просто, там ничего не делаешь. И солнце тоже там примерно за полчаса слой, поэтому за два с половиной часа там чистится все на три слоя в мертвом море. И поэтому оно такое лечебное. Что там сразу три чистки идут. Это еврейское море, понимаете? Евреи, евреи, кругом одни евреи. Среди трех батарей рямурмицы евреи. Ладно, я тоже молился пять лет назад, даже шесть лет назад молился. Будущее посмотрел и увидел, что я через три года не смогу ездить в Европу, в Америку, никуда лекции читать. Мне стало жалко своих слушателей лекций. И я такой думаю, блин, что же делать? И начал молиться первый слой судьбы спокойствия, типа сможешь ездить, не волнуйся. Второй слой знания. И когда знание пришло, я вспомнил, что у меня дедушка чистокровный еврей. Я начал изучать эту тему, там пошел посольство и потом промаливал тоже эту тему, потому что оказалось, что просто так я гражданство не получу там. потому что у меня мама родилась на 5 лет раньше, чем расписались родители. Так получилось. А 3 года это максимум. И на 5 лет уже все незаконно рожденно считается. И надо доказать было, что они вместе жили. И мы нашли вот эту амбарную книгу, вернее пытались найти, и нам сказали, что этот район весь сгорел. там сгорели вот эти книги, то есть у вас нет это там ну как бы возможно и было, что там они вместе жили, но все сгорело. И я пошел молиться. Первый круг судьбы спокойствие сердца, второе знание. Знаете какое знание мне Бог дал на втором круге судьбы победы? Да, что она не сгорела. И мы тетку очень сильно удивили. Мы пришли и говорили, книга не сгорела. Она говорит, дом такой-то, подъезд такой-то. Все сгорело. Мы ее полчаса уговаривали, чтобы она пошла посмотреть. Она говорит, да, у нас две книги осталось, может вам повезет. И пришла, и правда там вот этот дом не сгорел. И там чуть-чуть подгорела она, но вот именно там, где жили мои бабушка и дедушка, там это все было. Мы сфотографировали, принесли этому в посольстве. Он начал меня мучить. Задал один каверзный вопрос, говорит, вот у тебя папа по паспорту русский, мама по паспорту русская, а ты пишешь, я еврей. Как это, говорит? Я говорю, все правильно. Папа русская, мама русская, а я еврей. Он такой, точно еврей, говорит, только еврей может так сказать. Кидал мне гражданство, кажется. Ну, ладно. И я теперь могу ездить и в Европу, и везде. Так, хорошая новость. Редактор субтитров Корректор Корректор Продолжение следует...